Добрый день, господа! Вашим вниманием обзор всех разновидностей 1 рубля 2009 года Санкт-Петербургского монетного двора нового стального магнитного. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, кликать, репостировать и так далее. Значит, здесь все штемпеля начинаются с буквы N, что значит новое. Ну там N321A, но букву N я буду опускать. И всё идёт по каталогу Александра Сташкина, потому что у Юрия Кульвелеса игнорируется штемпеля реверса. Ну вот штемпель А, самая массовая монета из этой линейки, знак приспущен, повёрнут по часовой стрелке. Ну, не всё так просто, потому что этот аверс с двумя реверсами. Это реверс 3.21. Здесь вот этот лист примыкает змейкой. Основание. Петли тут такое, ну, будем считать, что широкая. И очень важно в сравнении знать, какая гравировка вот внутри этого листа. И штемпель 3.22. Вот здесь уже листик массивный, примыкает ровно. А основание петли узкое. Ну, то есть такое стреловидное, остренькое. И своя гравировка внутри листа. Вот с этим реверсом уже монетка-то нечастая. То есть попадается пореже. Дальше идёт штемпель В. Здесь знак приподнят, расположен прямо, смещён вправо. Ну, по Кульвелесу эта монета обычная, а по Сташкину она нечастая. Но она действительно попадается достаточно часто. Но имейте в виду, что она тоже с двумя реверсами. 3.21 и 3.22. Беда в том, что вот сами реверсы, вот эти листики, которые или змейкой, или не змейкой, бывают очень плохого качества, что вообще понять невозможно. И приходится искать монеты с хорошим прочеканом. Дальше идут уже достаточно редкие, интересные монеты. Это штемпели Г, Д и Е. Вот, в принципе, у них, у всех уже один реверс. Это 3.23. Здесь лист массивный. Прижимается к стеблю ровно. Основание петли среднее, то есть широкое. Своя гравировка внутри листа. Ну, это нужно потренироваться. Можем научиться отличать. И вот штемпели Г. Здесь знак приподнят. Повернут против часовой стрелки. Смещен влево. Потом штемпель Д. Здесь знак приподнят. Расположен прямо, смещен влево. И самая редкая монетка здесь, это штемпель Е. Его легко определить. Он сильно приподнят. Расположен прямо, смещен влево. Повторяю, еще раз сильно приподнят, поэтому отличить легко. Это самая редкая монета во всей этой линейке. Ну, вот, если по цене, вот, штемпель Д у Курвелеса стоит 200 рублей. Штемпель Д у Курвелеса стоит 200 рублей. Ой, простите, 300 рублей. И штемпель Е стоит 300 рублей. Хотя Е найти гораздо сложнее, чем штемпель Д. Вот, пойди пойми. То есть все предыдущие монеты не частые, а штемпель Е, вот она, это редкая монета. Все, благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться, лайкать, кликать. Все вам наилучшего. Спасибо, до свидания.